ОСМД и кооперативы требуют справедливых тарифов на отопление. Для них цена за одну гигакалорию в течение полутора лет составляет 1813 гривен. В то же время для людей, которые заключили индивидуальные договоры, 1229 гривен. То есть разница в тарифе примерно в полтора раза. Люди хотели попасть на прием к мэру города, но там их послали в департамент городского хозяйства, который, конечно, не может повлиять на ситуацию. Обращение к профильной комиссии Горсовета также не дало результата, а представители ОСМД получили отписку. В национальном регуляторе, который установил этот тариф, тоже проблему не видят. Поэтому объединение совладельцев многоквартирных домов и вынуждены через СМИ обращаться ко всем вышеперечисленным инстанциям. Мы хотим, чтобы нас услышали и предприняли какие-то меры по урегулированию этого вопроса. Потому что на самом деле это просто несправедливо. Два соседних дома. В одном доме люди платят 20 гривен за квадратный метр за отопление. В другом доме, в соседнем, 36 гривен за квадратный метр. Проблема возникла в январе 2020 года в результате повышения тарифа на теплоснабжение для коллективных потребителей. В то же время по индивидуальным договорам такого повышения не произошло. В коммунальном предприятии теплоснабжения города Одессы пояснили, что тариф для СМД рассчитывался как за пользование товаром, а не коммунальной услугой. Юристы отмечают, что ситуация очень странная, ведь обе категории получают одну и ту же услугу. По тем же коллективным договорам людям начисляли льготы и субсидии, предусмотренные только для коммунальных услуг. Кроме того, СМД являются неприбыльными организациями. Кроме того, чтобы посмотреть на цивильный кодекс и статю, которая предъявляет дать послуг за договором поставки, она предъявляет дать тепловой энергии в коммерческих целях. Хочу отметить, что кооперативы ОСББ это неприбутковыми организациями, которые включены до регистров неприбутковых организаций, которые не сплачивают податок и, соответственно, не могут использовать тепло в коммерческих целях. Представители ОСМД подали исковое заявление в хозяйственный суд, однако там объяснили, что сам факт начисления долга – это внутреннее дело поставщика. Право по факту не нарушено. Поэтому представители ОСМД ждут, пока тепловики сами через суд попытаются взыскать соответствующую сумму. Ситуация сложилась из-за правовой коллизии еще год назад. С 2019 года в Верховную Раду был внесен законопроект, который был призван не допустить подобную ситуацию. К сожалению, закон был принят только в декабре 2020, а подписан президентом уже в апреле 2021 года. В чей адрес задать вопрос, кто должен компенсировать людям убытки, так называемые убытки, остается открытым. И мне сложно здесь что-то рекомендовать. Ответ единственный, могу сказать следующее, что ни КПТГО, ни Одесский городской совет не имеют к этой ситуации никакого отношения. Вероятно, кроме судебного решения этой проблемы другого пути нет. Глаз вопиющая будет.